МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Политические отношения государств способствуют развитию всех сфер экономики. В том числе предполагают фундаментальные перемены и в энергетическом секторе. В этом выпуске расскажем о новых международных инициативах в реализации зеленых проектов между Казахстаном и странами-участницами Экспо. Для решения глобальных экологических проблем необходимы общие усилия многих стран. Площадка «Энергия будущего» дала возможность ведущим экспертам со всего мира обсуждать вопросы развития возобновляемой энергетики. В то время как посетители знакомятся с материалами павильонов выставки, казахстанские и зарубежные ученые обсуждают применение на практике инновационных технологий. Так, нацкомпания «Казахинвест» и итальянское предприятие в сфере мусоропереработки подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает строительство в Астане нового предприятия по производству удобрений, биогазов, электричества и теплоэнергии из отходов. Получать энергию из биоотходов и экономить природные ресурсы – таково наше предложение Казахстану. Приехав сюда ранее, мы увидели возможности развития системы переработки отходов. Наша технология и условия для инвесторов имеют ряд преимуществ. Это оборудование очень полезно для окружающей среды. Ежедневно установка может перерабатывать до 600 тонн биоотходов и экономить электричество на 15-30% ежегодно. Инвестиции в данную технологию могут вернуться в течение трёх лет. Наше мусороперерабатывающее оборудование функционирует на заводах Италии и США. Благодаря подписанию меморандума с казахстанскими коллегами мы начнём проведение анализов данного сектора в вашей стране. Кроме того, Казахстан активно изучает опыт стран Юго-Восточной Азии в области зелёных разработок. Так, между малазийской и казахстанской компаниями подписан меморандум о взаимопонимании в применении новой технологии. Согласно документу, отечественное предприятие будет контролировать реализацию проекта по очистке сточных вод, насыщенных органическими веществами на территории Центральной Азии. Мы внимательно изучаем зелёные проекты, в которые мы могли бы инвестировать, в том числе и в Казахстане. На сегодняшний день сумма договорённости между компаниями двух стран составила 1,6 миллиарда долларов. По итогам наших встреч в рамках Экспо 48 казахстанских и 17 малазийских компаний выразили готовность о сотрудничестве. В Малайзии доля возобновляемой энергии достигла 23%. Мы готовы делиться с Казахстаном своим опытом и технологиями. Международный финансовый центр «Астана» и ЕБРР планируют внедрить новые зелёные финансовые инструменты для предпринимателей Казахстана. Предполагается, что эти возможности будут способствовать активному вовлечению бизнесменов в развитие альтернативной энергетики в стране. Мы надеемся очень сильно, что мы сможем заложить системные основы для банковского сектора, финансовых организаций, компаний, промышленных организаций по созданию альтернативных финансовых инструментов для ускорения этого процесса, притяжения большего количества инвестиций в развитие технологий, для того, чтобы действительно запустился этот сектор. Вопрос развития альтернативной энергетики, чистой энергетики и связанных со всеми этих поддерживающих отраслей, зелёных финансов, технологий, инвестиций, инноваций, является для Казахстана сейчас одним из важнейших факторов сохранения нашей конкурентоспособности, национальной конкурентоспособности. В Швейцарии впервые были основаны частные банки. Пилот этой страны раньше всех совершил кругосветный полёт на воздушном судне, которое передвигалось за счёт солнечной энергии. Между тем, дипломатическим отношениям Казахстана и Швейцарии исполнилось 25 лет. Федеральный президент Швейцарии Дорис Ллойдхарт рассказал о съёмочной группе программы «Зелёная экономика» в эксклюзивном интервью о развитии двусторонних отношений в энергетическом секторе. В этом году исполнилось 25 лет дипломатическим отношениям между Швейцарской конфедерацией и Республикой Казахстан. Могли бы вы подвести итоги и дать оценку существующим достижениям? С момента независимости Казахстана мы развиваем множество направлений. На мой взгляд, важное партнёрство осуществляется в рамках Международного валютного фонда и Банка развития, где мы регулярно проводим обмен информацией. В рамках Экспо, я считаю, Швейцария может стать хорошим партнёром в развитии энергетики Казахстана. Для Швейцарии Казахстан является важнейшим торговым партнёром в Центральной Азии. Швейцария намерена перестроить энергетическую отрасль страны на основе экологичности и с учётом новых технологий, согласно энергетической стратегии 2050. Какие ключевые шаги для этого будут предприниматься? В 60-х годах мы начали развить атомный и гидроэнергетик. После аварии на Фукусиме мы решили, что этот вид энергии должен остаться в прошлом, а не в будущем. Поэтому сегодня мы инвестируем в энергию воды, солнца, ветра и биомассы. Мы стараемся снижать импорт электроэнергии из-за рубежа и использование ископаемого топлива. Энергоэффективность очень важна для нас везде. В домашнем хозяйстве, строительстве зданий, системе транспорта и промышленности. В рамках Экспо стороны подписали меморандум о взаимопонимании. В настоящее время Швейцария является надёжным экономическим партнёром Казахстана. Третьей страной по объёмам инвестиций и пятой по товарообороту. Каковы тенденции развития зелёной экономики между Швейцарией и Казахстаном? Я думаю, что у нас наблюдается похожее развитие, особенно в транспортном секторе. Вы хотите расширять свои пути, а это и является частью зелёной мобильности. Мы также планируем переход на электромобили. Я думаю, что обмен опытом по данным направлениям мы можем осуществлять между университетами и бизнес-средой. Я очень рада, что в рамках этой выставки мы находим больше контактов, особенно среди учёных кругов. Какова роль гражданского общества вашей страны в переходе к возобновляемой энергетике? Мы знаем о положительном результате референдума по переходу к устойчивому развитию. Мы очень рады, что наши граждане одобрили энергетическую стратегию 2030. Это означает, что они согласны снизить топливную энергетику. Роль граждан в переходе к устойчивой энергетике очень важна, так как потребление энергии в большей части идёт от домашнего пользования. Я думаю, молодые люди сегодня много знают об изменении климата. Поэтому нам необходимо использовать инновационные технологии, при помощи которых мы сможем поддерживать качество нашей жизни с меньшими затратами энергии. Своим участием в выставке Швейцария представляет посетителям преимущество энергоэффективности, делятся знаниями в лаборатории для исследователей и представляют всему миру уникальные проекты в открытии новых горизонтов энергии будущего. Благодаря двусторонней системе профессионально-технического образования закладывается фундамент для высокой занятости молодого поколения. На Ваш взгляд, в каких странах мира сегодня будут наиболее активно развиваться зелёные проекты? Я считаю, что планета должна измениться в течение 30-40 лет. Большие страны мира также должны меняться. Мы радуемся успехам Китая в борьбе с выбросами, к примеру. Мы должны показывать всем, что такой переход – не сложная задача, а позитивная возможность. На этой планете будет жить наше поколение, поэтому каждый должен беречь природу, а страны – обеспечивать доступ к новым технологиям. Весь мир восхищается красотой природы Швейцарии. Многие гости сравнивают живописные уголки Казахстана с красотами Вашей страны. Удалось ли Вам посетить природные достопримечательности Казахстана? Мне ещё не удалось увидеть регионы Вашей страны, но я читала и видела потрясающие фото. Я также нахожу схожесть природы, потому что у Вас есть горные регионы, как в Швейцарии. Вместе с тем у Вас есть и обширные степи, чего не встречишь у нас. Мы также знаем и очень радуемся тому, что власть Вашего государства заботится о водных ресурсах. Мы очень рады, что Швейцария и Казахстан являются большими партнёрами. Спасибо за беседу. Желаем успехов и процветания в Вашей стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова